Наступит ли четвертая волна коронавируса и какие новые симптомы обнаружили ученые? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции. Обмеление Волги и Казанки. Когда вода вернется обратно? Этот вопрос очень непростой. Он касается реабилитации водных объектов. Если имеет место длительное нарушение режима водного режима рек, например, у малых, то спасти от этого может только, например, залесение территории. День учителя. Как проходит подготовка специалистов сферы образования в Казанском университете? Поймать, найти, закрепить у себя любовь к этой профессии. Найти в этом смысл жизни. Если один раз она появляется, потом, я думаю, она навечно. Всем привет! В эфире универниуса студии Алина Сайфина. Завершена защита программ проектов университетов по треку территориальное отраслевое лидерство в рамках проекта «Приоритет 2030». Казанский федеральный университет презентовал пять проектов, один из которых ориентирован на внедрение новых технологий здоровоизбережения. В очередном выпуске программы «Смотрите, кто пришел» вместе с заместителем главного врача по медицинской части, руководителем терапевтического направления университетской клиники КФУ Эммой Мухаммедшиной обсудили самые важные вопросы о COVID-19. По официальным статистическим данным, Россия вышла на рекордный уровень смертности от коронавирусной инфекции. За последние сутки было зафиксировано 852 случая по числу смертей. Все говорят о четвертой волне коронавируса. Так будет ли она обширней предыдущей и какие прогнозы ставят врачи университет клиники Казанского университета? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции. Говорить о том, какая это волна третья, четвертая, это все, конечно, условно. У кого-то она третья, у кого-то четвертая, у кого-то, может быть, пятая. В каждом регионе есть свои пики. Но на сегодня, конечно, пик четко связан с сезонностью, потому что это сезон ОРВИ. Также врач напомнила о мерах профилактики. К сожалению, наше население расслабилось и забыло соблюдение эпидемиологических правил касательно ношения масок и соблюдения дистанции. Если сравнить ситуацию с предыдущим годом, то была проделана огромная работа. Год назад было принято решение развернуть на базе университетской клиники временный инфекционный госпиталь. Сложная была работа, потому что все уже к этому моменту понимали, тоже был рост заболеваемости, рост тяжелых пациентов, а значит, необходимость кислородной поддержки. Это потребовало внести коррективы в оснащение здания. Тут, конечно, большая помощь университета. Тем не менее, ситуация с ковидом остается напряженной. И, как сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, за неделю заболеваемость по стране выросла на 14%. Также она напомнила о массовых мероприятиях. По массовым мероприятиям они остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпид-процесса. Полный выпуск программы «Смотрите, кто пришел» с Эмой Мухамедшиной смотрите на нашем телеканале. Напомним, что ежегодно в первый понедельник октября отмечают Международный день врача. Поздравим их и скажем спасибо за труд и терпение. Елизавета Никитина, Универньюз. Студенты КФУ представляют Россию в финале конкурса чемпионата по спортивному программированию. Чемпионат проходит с 1 по 6 октября в Москве. Честь страны защитят студенты первого курса магистратуры, Института вычислительной математики и информационных технологий Максим Ягафаров, Артем Маликаев и Руслан Капралов. Учителями рождаются, а не становятся. Так ли это? В этом вопросе нам помогли разобраться эксперты Казанского университета. 5 октября отмечается Международный день учителя. Казанский федеральный университет как один из лучших вузов страны принимает огромное участие в подготовке специалистов сферы образования. В университете три действующие школы, специализированный учебный научный центр IT-лицей, лицей имени Лобачевского и новая общеобразовательная университетская школа Елабужского института КФУ. Также на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета ежегодно с 2015 года проводится Международный форум по педагогическому образованию ИФТ. В 2021 году форум объединил более 1500 исследователей из 40 стран мира. Отметим, что Казанский университет занимает 90-ю строчку в области образования. По словам заместителя директора по образованию Института психологии и образования КФУ Алмаза Галимова, самые ценные в работе педагога – это его любовь к своей профессии. Новшеством нашего института и федерального университета в целом является то, что у нас каждый студент в педагогическом направлении, начиная с первого семестра по последний семестр, всегда проходит постоянную практику. У нас есть такая распределенная практика, то есть студенты, обучающиеся на будущих учителей, они постоянно находятся на практике. То есть раз в неделю выезжают в школы для выполнения каких-то практических работ, практической подготовки. В структуре Казанского федерального университета в 2011 году в соответствии с руководством Республики Татарстан создан Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования. Центр – это определенная форма подготовки педагогов к решению конкретных образовательных задач. Также в центре проходит непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников. Сейчас перед ними стоят новые задачи о развитии функциональной, читательской грамотности школьников и других. Сегодня в людях нужно формировать глобальные компетенции, говорит руководитель центра Раис Шихелесламов. Появились и новые формы работы, и появилось новое оборудование. У нас изменилось и расписание, повысилось внимание. Практически каждую встречу с новым потоком учителей мы открываем вместе с представителями Министерства образования и науки нашей Республики, поскольку в нашей работе сейчас уделяется очень большое внимание. Учитель – это профессия, которая требует наличия таких черт, как внимание, любовь к работе и к детям, терпение, строгость и в то же время милосердие. И учителями действительно могут родиться многие, но становятся достойными своей профессии лишь единицы. Сегодня время такое, во-первых, это, конечно, здоровье каждому учителю и их близким. И то, что я говорил, наверное, поймать, найти, закрепить у себя любовь к этой профессии. Они очень надежные, очень внимательные. Это самые гуманные люди, поэтому хотелось бы пожелать им того, чтобы и общество, и ближайшее окружение ответило им тем же гуманным отношением к ним. Телеканал «Универт-ТВ» присоединяется к пожеланиям экспертов Казанского университета и желает им терпения и благополучия в их нелегком труде. Инджимина Небаева, Александр Кузнецов, Универт-Ньюс. Магистрант Института вычислителя математики и информационных технологий КФУ Илья Першин стал обладателем гранта президентской Российской Федерации в размере 500 тысяч рублей. Уровень воды в Волге и Казанке продолжает оставаться критически низким. В чем причина нового обмеления? Разбираемся вместе с нашим корреспондентом. Обмеление Волги – одна из насущных проблем региона. В прошлый раз жители Татарстана столкнулись с этой проблемой в 2019 году. Тогда реку можно было перейти в некоторых местах пешком. В этом году проблема вновь напомнила о себе. В месте, где я сейчас нахожусь, вода ушла на несколько десятков метров. В это время за городом дела обстоят еще хуже. Вода начала убывать еще в августе. Сейчас показатель вышел за рамки нормы. Вода ушла от берега на десятки метров, обнажив целые острова. Такую ситуацию можно наблюдать, например, на пляже «Локомотив», где побывала наша съемочная группа. Причин нынешнего обмеления несколько. Функционирование Куйбышевского водохранилища, застройка береговых зон и жаркое засушливое лето. Большинство экспертов все же склоняется к версии с водохранилищем. Куйбышевское водохранилище – это регулируемый водный объект, и здесь периодически бывают попуски воды. К примеру, в осенний период бывает сброса воды. Вот игра уровнем водохранилища, она чрезвычайно неблагоприятно сказывается на состоянии жизни гидробионтов, на состоянии всей экосистемы водохранилища, а также имеет последствия для народного хозяйства, для туризма, для отдыха населения и так далее. Подобные обмеления уже были в 2010 году и в 2019. Решить проблему можно, но не за короткий срок. Уровень воды можно восстановить за счет дождей и тающего снега в весенний период. Помимо этого, есть еще один вариант, который предлагают ученые. То же самое мы рекомендуем, конечно, и для водохранилища Куйбышевского, для нашей Волги, мы рекомендуем залесение береговых территорий. Чем больше будет лесных территорий в береговой зоне, тем четче будут сохраняться, лучше будут сохраняться родники, малые реки, устьевые участки притока. На данный момент показатель уровня воды Волги стремительно падает. Неясно, когда ситуация нормализуется. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!